Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня, как и всегда, в программе мы обсудим сразу несколько животрепещущих тем, а начнем, как водится, со сводки происшествий. За прошедшую неделю на дорогах Рязанской области зарегистрировано около 40 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек погибли и 46 человек получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано более 200 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы ДПС ГОИ выявили более 55 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе 44 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 15 отказов от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также 4 факта управления транспортными средствами водители допустили повторно. Выявлено 588 нарушений, связанных с управлением тонированными автомобилями, 97 нарушений совершили пешеходы, выявлено 37 нарушений, связанных с перевозкой детей, а также 129 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 15 нарушений допустили водители автобусов. 16 сентября примерно в 8 утра в Ряжске вблизи дома 10 по улице Совхоза 45-летний житель Рязани, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», по предварительной информации совершил наезд на 71-летнюю жительницу города Ряжска. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Проводится проверка. 17 сентября примерно в 23 часа в Старожиловском районе на 66-м километре автодороги Рязань-Ряжск 55-летний житель Александра Невского района, управляя автомобилем «Хонда», по предварительной информации совершил наезд на идущего по проезжей части 52-летнего жителя Рязани. В результате происшествия пешеход скончался. Проводится проверка. Заботиться о детском удерживающем устройстве нужно с самого начала. Так считают сотрудники госавтоинспекции. Поэтому и провели соответствующие мероприятия в перинатальном центре, где рассказали будущим мамам, как правильно выбрать детское автокресло. Если вы управляете транспортным средством, нужно помнить о том, что руль ни в коем случае не должен доставать до живота. Расстояние между животом и рулем должно быть не менее 10 сантиметров. А лекцию безопасного вождения сотрудники госавтоинспекции сегодня преподают для весьма необычной аудитории – беременных женщин. Такое занятие прошло в Рязанском областном перинатальном центре. Однако при столкновении или резком торможении, даже со скоростью 50 км в час, вес пассажира возрастает приблизительно в 30 раз. Например, если вес ребенка 10 кг, то в момент столкновения он уже будет весить около 300. И уберечь его от резкого удара практически невозможно. Также важно помнить, что нельзя пристегиваться одним ремнем вместе с ребенком. Будущим мамам сотрудники госавтоинспекции на занятии также рассказали, что необходимо на колясках, санках, детских велосипедиках использовать световозвращающие элементы, чтобы в темное время суток их было хорошо видно на дороге. А также обсудили вопрос, как правильно пересекать проезжую часть, если мамочка гуляет с коляской. Помимо теории – практика. Инспекторы разъяснили будущим родителям, что использование автокресел и удерживающих устройств обязательно, и они помогут сохранить здоровье или даже жизнь ребенку. Поэтому уже первая поездка для малыша из роддома должна быть не на руках у родителей, а в удерживающем устройстве. Инспекторы показали, как именно закрепить детское удерживающее кресло в автомобиле. В ситуации экстерного торможения перед пешеходным переходом, перед светофором, если ребенок дернется головой, то здесь может быть неприятная ситуация, а дернуться он может. Именно поэтому рекомендуется вот такую автолюрку в первые месяцы жизни ребенка ставить не по ходу движения, вот так, а против хода движения. Чтобы запомнить, нужно попробовать. Потому и далее, что называется, самим все пощелкать и ощутить разницу. Здесь потянули, здесь, здесь, и чтобы сюда вот все ушло. Потому что при резком торможении у нас ремень фиксируется. Если мы где-то его что-то ослабим, соответственно, когда будет тормозить, он вместе с этим ремнем и понятит вперед. Подобная акция проходит в перинатальном центре далеко не в первый раз. Будущим мамам регулярно напоминают о безопасности при перевозке детей. Здесь самым безопасным способом по-прежнему остается автокресло или схожее детское удерживающее устройство, которое обеспечивает максимальную защиту для ребенка от травм в случае экстренного торможения или ДТП. О том, как важно использовать ремни безопасности, мы рассказывали неоднократно с экранов телевизоров. А в это время сотрудники госавтоинспекции проводили свои профилактические мероприятия. Но, как говорится, лучше один раз прочувствовать, чем сто раз увидеть. Учеников школы номер 69 появилась возможность на себе почувствовать и понять важность того, почему именно нужно использовать ремни безопасности. Едем на нашем автобусе. Куда поедем? На море? Да! Автобус, на котором детям предстоит отправиться в путешествие, внешне ничем не отличается от других. Те же кресла, те же ремни безопасности. И пусть на самом деле автобус никуда не едет, детям настойчиво рекомендуют пристегнуться. Когда мы едем в машине или в автобусе, например, мы всегда должны пристегиваться ремнями безопасности, если есть такая возможность. Зачем это нужно, ребята? Кто мне скажет? Чтобы не удариться. Да, конечно, нельзя. Дорога к морю идеально не пройдет. По задумке госавтоинспекции, автобус точно попадет в аварию. Естественно, на самом деле детей подвергать опасности никто не будет. Все это имитация, чтобы показать, насколько важны ремни безопасности. Тем более, что один из путников так и не пристегнулся. Гоша, а именно так зовут непослушного манекена, каких-то серьезных травм не получил. Однако, будь это настоящий ребенок, говорят специалисты, то одними ушибами дело бы не обошлось. Поэтому и напоминают сотрудники ГИБДД о важности ремней безопасности. Этот автобус перемещается по всей территории Российской Федерации, обучает детей основан дорожной грамотой. Данное мероприятие проводится в рамках федерального проекта безопасности дорожного движения. Это комплекс, который призван обучать детей правилам безопасного поведения на дорогах. А в первую очередь, поведению в автобусе и вообще в принципе в любом другом транспортном средстве. Конечно, это все знают, что при передвижении в автомобиле или в автобусе все участники дорожного движения, все пассажиры и водители должны пристегиваться ремнями безопасности. К сожалению, зачастую такое правило не соблюдается, из-за чего мы имеем повышенный риск получения тяжелых травм или даже летального исхода. Автобус безопасности курсирует между городами не первый год. В Рязань приехал из Луховиц, остановился у одной школы, а дальше снова в столицу. Обучать детей дорожной грамотности. Увидеть человека в темное время суток можно на расстоянии 20 метров, а если тот будет использовать световозвращающие элементы, то уже со 150 или даже 200 метров. Сотрудники госавтоинспекции регулярно напоминают о том, как важно иметь световозвращающие элементы на своей одежде. Поэтому в рамках недели безопасности дорожного движения они провели акцию под названием «Яркий Я» и раздавали световозвращающие элементы и световозвращающие брелки мамам, папам и детям. С таким маленьким браслетом в темное время суток коляску будет видно издалека. Это световозвращатели. И сегодня сотрудники госавтоинспекции раздают их самым юным участникам дорожного движения – школьникам. Сегодня в рамках недели безопасности дорожного движения совместно с партнерами мы подготовили для юных участников дорожного движения световозвращающие элементы в виде браслетов, значков, брелков. Мы обращаемся буквально на каждой детской площадке к участникам дорожного движения, в первую очередь к родителям, к мамочкам и папочкам, что ребенок должен быть в безопасности и на проезжей части его должно быть хорошо видно всем участникам дорожного движения. В госавтоинспекции рассказали, что осень – один из самых опасных сезонов. Темнеет раньше, пешеходов больше. И далеко не у всех на одежде или рюкзаке есть стандартные световозвращающие элементы. Поэтому инспекторы напомнили, как правильно их крепить. Обычно одного световозвращателя бывает недостаточно. Нужно, чтобы световозвращатель был и на передней части, желательно на задней и на боковой. Но если мы говорим, например, о браслете, который будет одет на две руки, то, наверное, этого и будет как раз достаточно, чтобы было видно с разных сторон. Пока погода позволяет, часть ребят добирается до школы на самокатах и велосипедах. Транспорт свой тоже нужно оборудовать хотя бы катафотами. Вот так прям, смотри, на руль прикрепить, и будет тоже хорошо заметно в темноте. Световозвращающие элементы можно повесить и на детскую коляску. На всякий случай. Там, как в сросвийском деле, безопасность проходит такое мероприятие, как «Яркий я». Вот. Вы сейчас, конечно, с колясками, да, но я смотрю на них, отсутствуют световозвращающие элементы. Это очень опасно, когда вы передвигаетесь с ними в темную левую свету. Поэтому это добавит вам только элементы, яркие, световозвращающие, которые обезопасит вашу дорогу. За чертой города пешеход без световозвращателей может схлопотать штраф 500 рублей. В городе же штрафовать не будут. Это уже личная ответственность каждого родителя. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. В этом году движению ЮИД, юных инспекторов дорожного движения, исполняется 50 лет. Стать юидовцем всегда было почетно. Поэтому в этот раз мы расскажем, как именно посвящают в юных инспекторов дорожного движения. Быть юидовцем не только почетно, но и ответственно. С таким напутствием для юных инспекторов дорожного движения выступили сотрудники госавтоинспекции. Ведь в эти дни в школе номер 63 прошло посвящение четвероклассников в ЮИД. Аплодисменты юным инспекторам дорожного движения четвертого А-класса. Клянемся быть верным помощником работников ГИБДД и с честью и достоинством носить гордое звание юного инспектора движения. Клянемся! ЮИД – это детская организация юных инспекторов движения. И теперь задача ребят – помогать сверстникам узнавать все о правилах дорожного движения и о том, как правильно вести себя на дороге. Притом научить не только одноклассников, но и старшее поколение. А самое главное, я думаю, что каждый должен начать с себя и сам соблюдать всегда правила дорожного движения. Второй момент – своих родителей приучить к соблюдению требований дорожной безопасности. А потом уже и другим людям, и в первую очередь своим сверстникам и ровесникам рассказывать о необходимости соблюдения требований правил дорожного движения. В течение учебного года юидовцы будут изучать основы дорожной безопасности, проводить разъяснительную работу в школе по правилам дорожного движения, принимать активное участие в мероприятиях по ПДД, совместно с сотрудниками ГИБДД проводить пропагандистские акции и профилактическую работу среди участников дорожного движения, организовывать соревнования, конкурсы и викторины. Все это – внутришкольная работа, цель которой – популяризовать вопросы безопасности дорожного движения среди детей и подростков. Отряды в школе – это огромное подспорье в организации учебно-воспитательной работы по профилактике детско-дорожно-транспортного травматизма. Эти отряды играют огромную роль и всегда дети, которые входят в такие отряды, они являются нашими главными, важными помощниками в очень значимых школьных мероприятиях и акциях. Другая важная цель отряда – будущая профориентация. Ведь часть ребят уже сейчас знает, кем они хотят стать, когда вырастут. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.